6 февраля 2018 года. Раннее утро. Горит дом афганцев. Есть погибший. Огонь уничтожает кровлю, перекрытие. Сотрудники спасают ценные вещи и документы. Объект культурного наследия, хоть и не без потерь, но все же удается спасти. До революции здесь находилась городская больница, а в последние годы военный отдел Краеведческого музея и Союза ветеранов Афганистана и Чечни. Летом этого года, после долгих исканий, все же удалось найти подрядчика, который взялся за ремонт здания. Стоимость работ почти 237 миллионов рублей из Краевого бюджета. Здание претерпит какую-то реконструкцию, согласно планам. Что-то поменяется, но суть его останется та же самая. Будет две направления. Военно-исторический музей будет занимать первый и второй этаж и музей Совета афганцев и Чечни. Историческая планировка сохранится. Сейчас в музее завершаются демонтажные работы. Рабочие разбирают полы, перекрытие, кровлю, укрепляется фундамент. Для этого используется донорский кирпич, то есть родной кирпич 1907 года, который извлекается из демонтируемых участков. Вообще браться за ремонт одного из старейших зданий города – большая ответственность. Все-таки объекту 115 лет. Реставрация сама по себе сложная и эта работа. Почему? Потому что не все проектные решения могут выполниться. И не все они могут правильно быть применены. И по моменту того, когда раскрыли, разобрали, столкнулись с каким-то сюрпризом, так называемым, приходится принимать новые технические решения. Соответственно, это временной фактор. Но пока таких сюрпризов не было. И если реконструкция продолжится в том же духе, то рабочим удастся сдать объект летом следующего года. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.